Девчонки, как всегда, вот этот вот дворик такой миленький, милота. Хорошая идея для дачников. Натусовались мы вчера с моей новой приятельницей, итальянкой. Оказалось, что у неё мама шведка, а папа итальянец. Поэтому у неё такие глаза были немножко. Шведка или финлянка? Уже забыла. Да. В общем, она, вот мама у неё норда северной, из северных народностей. Пока иду, смотрим ещё и природу, рассказываю. Ой, она такая приколистка. Это вообще 68-го года рождения, моя ровесница, тоже ей 55 лет. Такая приколистка. Я так обхохоталась над её комментариями прохожих, прогуливающихся. Но она не со злостью рассказывала, комментировала, а шутками, прибоютками. Я вообще так обсменялась. Оказывается, одинокая. У неё детей, ни мужа, ни детей, никого нету. То ли вдова она сказала, что она вдова, что в Венеции жила тоже. И она, в конце концов, такая вся была разочарована. И говорит, ну что ж такое, никто к нам не подходит. Ходит, дринком не угощает, не хотят знакомиться, на ужин не приглашает. Я так смеялась. Такая приколистка и такая говорит. Мы возьмём стол с четырьмя сиденьями, стульями. Два для нас и два для наших будущих мужей и любовь. Ой, это вообще. Вот это вот отель Куртина. Там два евро кофе стоит и шесть евро стоит аперитива. Вот этот, как его, спритц, уго. Я взяла уго. И в конце концов мы прошлись по всем барам, по четырём барам. И так никто и не подошёл. Поговорили только молодые ребята из поля, которые работают. Один работает поваром, второй работает официантом. И третий работает официантом в одном отеле, про который я рассказывала, что там стоит один час спа 50 евро. Реченька унеси, всё нездоровье. Весь негатив, водичка унеси. Утеки. И, в общем, они там рассказали, что у них хорошая кухня, что у них в спа классно, что вот всего 21 декабря открылась в прошлом году после ремонта, то есть открылся отель. Вот я сегодня, если будет время, хочу зайти, попросить девушку в спа показать мне, какой у них спа за 50 евро час, что за дорогой спа. Ну, для клиентов отеля 30 евро спа один час, чтобы зайти. Нету там бесплатного спа даже для клиентов отеля. Вот приедешь ты в горы, снимешь номер в отеле и даже не можешь пойти бесплатно в сауну. Также вот виския, около капри виския тоже, там же все тормальные воды текут из-под земли. Там все отели, ты должна ещё доплачивать 30 евро. Живёшь в отеле и должна 30 евро доплачивать, и всего тоже где-то час, полтора часа, вот можно. И то под присмотром медсестры, инструктора. Не так, как у нас в Абонотерме Монтгротто. В Абонотерме Монтгротто платишь там 25-30 евро за целый день с 10 утра до 11 вечера. Ты тусуешься, всё, что хочешь делать, и сауна, и гидромассажей, и всё на свете, и солнышко. Вот такие вот дела. В общем, девчонку зовут Анжелика, и она вот много чего мне рассказала, такая прикольная, в общем, приколистка. Но она, видимо, феминистка такая, любит жить одна, но всё равно говорит, вот я бы хотела настоящую любовь, вот я хотела бы влюбиться, полюбить кого-то. Но никто, говорит, не влюбляется в меня, и я сама ни в кого не влюбляюсь. Очень трудно, говорит, с каждым годом в кого-то влюбиться, уже, говорит, такие другие интересны. В том смысле, эзиджента. Выбираешь, а не прямо вот бросаешься в омут головой с любым мужчиной. Трапала Диамора. В омут любви. С каждым годом, чем взрослее становишься, конечно, женщиной мы более такие выбираем. Не с каждым пойдём жить, не каждого пойдём любить, как говорится. И она такая вся, в конце уже была такая вся грустная и всё такое. Она пила всё время кофе. Видимо, это экономит. В конце пила даже молоко с мента. А это молоко с мента тоже 4 евро было. В этом джамбо. И представляете, официант такой, бразилианец, он не отвечает. Она говорит, сколько это будет стоить? Я хочу, говорит, вот у меня, говорит, жажда, я хочу молоко с мента. Я даже не знала, что молоко с мента можно пить. И он не ответил. А когда принёс стакан молока с этим мента, с зелёным молоком, говорит, 4 евро. А мой уго стоил 4,50, этот сприц уго. Она такая разозлилась. И говорит, а он такой, говорит, а она ещё попросила, когда присел, говорит, я его попрошу, можно ли съесть мой арбуз. Она всё ходила с пакетиком из супермаркета. У неё был там арбуз, йогурт и ананас. Они, наверное, уже пропали за целый день. Мы встретились в 3 часа после обеда и в 11.30 расстались вечером. Ну, она такая космополитка, коммуникабельная, такая же, как я. И она говорит, а можно здесь я съем арбуз? У меня, говорит, жажда. Мой арбуз из супермаркета. Ну, а, она говорит, ну, я хочу у вас что-то попросить, но если вы скажете нет, я не обижусь. А он такой говорит, нет, нельзя. Вы, конечно, такая красивая, вы такая, говорит, интересная, такая вся элегантная, но, говорит, нельзя. А потом она так хохотала, говорит, лучше бы он сказал мне, ты такая некрасивая, ты просто никакая старая, некрасивая, но можете есть ваш арбуз. Я, говорит, согласилась бы быть некрасивой, по его мнению, но съесть мой арбуз, говорит, арбуз же, он, говорит, утоляет жажду. Видимо, она много съела вот этих вот солюми, которые в аперитиве было. Брызаула, там была мортаделла и все такое. Этим мы и поужинали. Ну, за 5 евро ты берёшь тринк, сприт с 5 евро, и можешь есть, там брать буфет, вот эти вот солюми всякие. Каждый день они меняют, и даже за один вечер меняют то салями, то прошутто, то бризалла по-разному. В общем, девчонка такая, ещё та, обкритиковала всех женщин и мужчин, которые там проходили по центру. Но она не зло критиковала, не зло обсуждала, а с юмором, с сатирой. Я обхохоталась с ней. У меня есть 14 минут этого её глагольствования, но я думаю, что я не буду это выкладывать, потому что, ну, даже с её голосом, потому что, мне кажется, это немножко не то так смеяться. Могу, наверное, выклазь без разговорной речи, с какой-нибудь музыкой сверху. Посмотрим. У меня слишком много видео каждый день, очень много видео. Я сегодня с утра ещё смонтировала, я буду потихоньку их выкладывать уже, потому что память телефона, перегружена, надо выкладывать и удалять все эти видео, все эти фото. Вчера даже не могла снимать дальше видео, потому что память была перегружена. Девчонки, если бы вы знали, какая здесь жара сегодня, так и не выпыл вчера этот ливень, не было никакого ни ливня, ни грозы, ни дождя. Ну и слава богу, надышалась горным воздухом, конечно, я выпила там, получается, четыре длинка в четырёх барах, но спала без задних ног, спала, выспалась восемь часов. и мы таки ещё хохотали, она говорит, давай, говорит, убежим, не хочу платить за молоко четыре евро, но это со смехом, шутками, мы так смеялись, вообще, вот такие вот дела, вот это вот спорт. Девчонки, добрый день, вот пришла я в центр, такая жара, извините, что быстро-быстро переворачиваю, мемория, память переполнилась с телефона, вообще не знаю, как отправлять видео, не отправляются, придётся все видео быстро-быстро в один и тот же день отправить в YouTube и всё удалить с рубрики, всё удалить с рубрики. Сегодня пятница, девчонки, я буду отправлять всё подряд, есть видео четыре дня назад, пять дней назад, всё перемешалось, короче, но я постаралась сделать видеомонтажи по 10, по 15 минут максимум, чтобы вам не скучно было смотреть, поэтому сейчас 12, часов дня, посмотрим, что происходит, все выходят в супермаркет, в супермаркет, который закрывается в час на аперитив, всё-таки я решила купить в этом бутике Hermano Shervino для Мелиссы, решила я купить, который цветахаки, 248 евро, что ли, получается, не помню уже, 40% распродажа с гусиным пухом, но не сейчас, потому что сейчас жарко таскаться. Что ж, вот снова я в центре, посмотрим на туристов, сегодня по наеду туристы, сегодня пятница, ой, как мы вчера прикалывались, сидели в этом отеле Куртина, на балконе сидели тоже в баре и салютовали людей, как королева Елизабетта с балкона, смеялись с Анжеликой друг над другом, а интересности туннель говорила, что она будет уже 50% Так, пока смотрю очень много людей, пока там посмотрим на мужчин, спрошу настали 50% или нет. Девчонки, присела я на скамеечке в синёчке, видимо, какие-то лавки будут здесь, рынок какой-то будет продавать, понаехали все эти ампеттианы, у кого есть свои дома. Луи Виттон сзади. Но сегодня такая жара, девчонки. Я в платье своим шоком с открытой спинкой, как в 70-х годах. Мне так жарко. будет. Видите, блузка с жилетом Ампицану. Глузка живёт ему Ампицану. Что-то никого нету. Ой, надеюсь, что долго будет здесь тенёчек. Собачники. Хорошую позицию я нашла. Много народу здесь проходит. Продолжение следует. Продолжение следует.